Здравствуйте! Смотрите, мы начинаем чем заниматься? Мы начинаем заниматься, вспоминать картинку, которая была где-то в самом начале курса. Она говорит про то, что если вам что-то видно, что есть несколько уровней, которые удобно программировать. Это то, что называется архитектурой. Архитектура – это обычно совпутность интерфейсов. Программных, более-менее программных, зачастую, если уже сам внизу, то аппаратных и так далее. Мы начинаем с среднего такого уровня, посрединка называется машинный код, или уровень набора инструкций. И вот мы на это потратим пару лекций, я так думаю. Чем мы будем заниматься? Мы потратим пару лекций. Сегодня я расскажу про такой набор инструкций, тут совсем, наверное, не видно, называется MIPS. Это сильно не похоже на набор инструкций, который на практике, но мы можем их все время сравнивать. И я надеюсь, так сказать, мы извлечем какие-то уроки из сравнения этих двух наборов инструкций, x86 и MIPS. Начну немножко еще пару слов по поводу вот этого среднего уровня. Он как бы находится на границе между программистами и производителями аппаратного обеспечения, то есть производителями процессора в первую очередь. Вот это вот из книжки Таненбаума, картинка, которая пытается это иллюстрировать, то есть это один из самых важных контрактов, которые должны поддерживать с одной стороны аппаратчики и с другой стороны программисты. Ну, немножко как бы общая теория состоит в том, что ASG программирование высокого уровня, опять-таки, компилируется там в ассемблер, потом ассемблер превращается все равно в набор инструкций, ну, как бы в поток инструкций, можно так сказать. И этот поток инструкций, он выполняется процессором, там как-то интерпретируется, если есть микропрограммное управление, или он просто выполняется схемами, которые есть процессором, ну, как бы под схемками внутри кристалла процессора. До этих нижних уровней мы, по идее, когда-то доберемся в самом конце курса, то есть наш план вообще идти сверху вниз. То есть в апреле мы поговорим про вот набор инструкций микроархитектуру, в мае уже про схемы цифровой логики. Значит, здесь нарисовано, смотрите, такие языки старые довольно, C, Fortran 90. Ну, значит, комментарии здесь какие? Во-первых, на месте C, конечно, мог бы быть C++, если вам больше нравится, то есть это вполне актуальный язык программирования, хотя и на C очень много кода до сих пор пишется и написано, то есть вот если мы там на практике Linux используем, ядро Linux, там основные инструменты написаны на языке C, они продолжают разрабатываться, поддерживаться, к примеру. Ну и вообще C это такая, говорят, лингва франка программистов, то есть вы когда приходите в какое-то место, где вам нужно с незнакомыми людьми пообщаться в программировании, то вам нужен какой-то язык, который вы понимаете и вы, и к те, к кому вы пришли. И чаще всего таким языком может оказаться именно язык C, лингва франка. Fortran, популярный в каких-то средах язык для программирования всяческой математики, изначально это один из первых языков программирования, наверное, вам когда-то рассказывали про это, это 50-е годы еще, он потихонечку развивается, но очень медленно, в принципе, вот видите, один из последних стандартов, у нас, наверное, это 90-й аж год, то есть тоже очень давно даже. И не везде используется Fortran 90, то есть во многих проектах до сих пор используется Fortran 77 предыдущий, если я не ошибаюсь. Ну, ему незачем меняться, потому что он такой очень простой и, в принципе, как C, низкоуровневый достаточно, при этом ориентирован на работу с математическими вычислениями, матрицами, там, векторами и тому подобными вещами. У нас на факультете почти никто сейчас с Fortran уже не занимается, хотя было время, когда занимались активно, потому что вот, ну, у нас есть там, например, мощная кафедра учислительной математики, большая, одна из самых больших кафедр на Мехмате, там многие люди, специалисты работали на Fortran в какое-то время. Более современных языков они становятся на уровень выше, который здесь не нарисован. Я, правда, вот на прошлой картинке дорисовывал, помните, не дорисовывал, я говорил вот когда-то на одной, на первой, наверное, лекции, что выше языков высокого уровня есть, например, языки предметно ориентированные, так называемые DSL, Domain Specific Language, которые вот выше еще. На самом деле много всего выше, не только DSL, есть еще современные языки, которые не компилируются непосредственно в набор команд, это языки типа C-Sharp, Java, ну и много других, наверное, можно придумать, которые ориентированы на компиляцию в инструкции виртуальной машины специфической, то есть если это C-Sharp, то это виртуальная машина называется платформа Net, или там .Net, .Net, а если это Java, то у нее своя виртуальная машина, которая называется JVM. В виртуальной машине, как у любой машины, есть набор инструкций, то есть у Java есть там, это называется Bytecode, у Microsoft.Net есть то, что называется EL-код, Intermediate Language Code, это вот инструкции, точно вот такой же уровень, аналогичный во всяком случае, но он предназначен для исполнения не на железе непосредственно, как вот X86, который мы на практике, например, используем, а для интерпретации на разных абсолютно машинах. И вот, в принципе, мы встретимся с вами даже немножко с набором инструкций виртуальной машины Java. Когда пойдем ниже, когда будем рассматривать микроархитектуру, пример, я дам конкретный пример такой учебной микроархитектуры, микроархитектура вообще неразрывно связана с набором инструкций, несмотря на то, что она относится к набору инструкций, как реализация к интерфейсу, и по идее с первого курса учат, что нужно отделять интерфейс от реализации, то есть интерфейс какой-то выставляете там, а как вы его реализуете, это ваше личное дело, и это вроде как более-менее независимые вещи, но в жизни так не получается. К сожалению, особенно так не получается в жизни разработчиков аппаратного обеспечения. То есть если речь идет об интерфейсах просто программных, когда вы там какой-нибудь, я не знаю, интерфейс библиотеки просто используете, там скачали библиотеку и ее используете, там в принципе разделение вполне неплохо реализовано, потому что опять-таки высокоуровневые средства. Когда идет речь об аппаратном обеспечении, там разделение вот интерфейса реализации формально есть, но интерфейс очень сильно влияет на реализацию и наоборот. То есть они очень друг от друга зависят. Мы это обсудим, вот еще раз повторюсь, на следующем уровне, на уровне микроархитектуры. И там в качестве примерного набора инструкции, который мы будем реализовывать на конкретной микроархитектуре, будет взят еще один набор инструкций, это вот набор инструкций виртуальной машины Java. Я в какой-то момент постараюсь вас с ним немножко познакомить. Это будет уже третий пример после сегодняшнего MIPS и того набора инструкций, который есть на практике, это x86. Ну, пожалуй, что все хорошее, что я хотел сказал. А, ну, значит, смотрите, то есть, по идее, кому... Ну, вопрос такой есть, вот он там домашний есть, мне нужно на него как-то немножко ответить. Кому нужно знать набор инструкций конкретной машины, на которой выполняется программа? В принципе, далеко не всем авторам прикладных программ, там, я не знаю, каких-нибудь браузеров, там, игрушек настольных, нужно хорошо представлять набор инструкций непосредственно. Значит, ну, тем не менее, если вы пишете, например, игрушку, то я говорил, там часто пишутся ассемблерные ставки, если это такая требовательная к видеографике программа, любая, в том числе компьютерная игра, то там зачастую ассемблерные ставки используются, и как раз вот используются там инструкции SIMT, которые, как это, векторные инструкции, например, SSE, вот о котором говорилось там когда-то, ну, MMX, SSE. Значит, разработчикам, ну, из этой непосредственно картинки, которую вы видите на слайде, следует, что разработчикам компиляторов нужно знать про набор инструкций, потому что компилятор вот непосредственно, он берет язык на, программ на языке SSE и генерирует просто последовательность инструкций, ну, может быть, в начале последовательность ассемблерных команд, но это не принципиальный вопрос, потому что ассемблер почти взаимоднозначно отображает тот набор инструкций, который есть. Кроме разработчиков компиляторов, это, кстати, частая профессия, то есть, как бы, я говорю, никто не застрахован от того, чтобы завтра начать какой-нибудь компилятор, сейчас в промышленности все больше и больше используется такой подход, когда вы какой-то берете, придумываете новый язык, на котором удобно решать поставленную задачу и пишете для него компилятор. То есть, компиляторы сегодня пишут практически все, даже в самых таких прикладных областях. не все из этих компиляторов, правда, компилируют сразу набор инструкций, обычно они во что-то более высоковровневых компилируют, например, в тот же C. Ну, вот если вам больше повезло, с какой-то точки зрения, и вы пишете компилятор, который, например, в C компилируется в какой-то набор инструкций новых, то вам, собственно, нужно хорошо знать устройство этого набора инструкций. Ну, я говорю, что вот я, несмотря на то, что там у меня опыт, скажем, там какой-нибудь промышленной разработки очень небольшой, в свою жизнь попал в историю, когда я там участвовал в разработке компилятора с языка C на российскую железку, вот, которую там в Зеленограде делают. Ну, во всяком случае, собирались выпускать промышленным образом, не знаю, там дошло у них до конца или не дошло, но они попросили нас вот здесь написать компилятор C. Вот, поэтому это, на самом деле, история ближе, чем кажется, то есть, я вот, вы понимаете, как бы никакой не выдающийся человек, там такой же, как вы, там, был, кажется, студент Мехматов, выпускник и так далее, то есть, вполне возможно, что там, значит, вы когда выпустите, здесь попадете вот в те немногие, правда, ну, кому придется там писать компилятор с языка C, например. Почему нет? А еще это разработка операционных систем. Это тоже такое вот, то, что называется программное обеспечение, системное программное обеспечение. Было такое хорошее выражение в Советском Союзе, значит, вот, системное программное обеспечение, сейчас до сих пор есть институт программ, институт системного программирования Российской Академии Наук в Москве есть, я там как-то в прошлом году был, общался с людьми, они активно, значит, этот термин продвигают. И в Питере есть сильная кафедра в Санкт-Петербургском госуниверситете, которая называется системное программирование. У нас этот термин почти сейчас как-то забывают. Ну, вот, под системное программное обеспечение обычно понимают операционные системы, компиляторы, драйвера, ну, и много еще чего можно придумать на самом деле. Вот, в том числе, вот, и большая часть такого программного обеспечения, оно к набору инструкций имеет непосредственное отношение. То есть, например, операционные системы, обычные, опять-таки, часть кода операционной системы написаны прямо на ассемплере, потому что нужно очень, как бы, четко контролировать, какие конкретные инструкции процессора вызываются. И вы не можете доверять там компилятору, то есть, писать все на C, и доверять компилятору, что-то генерирует там какие-то нужные инструкции. То есть, когда вот, ну, там процесс загрузки идет, операционная система, там нужно вызывать вполне определенные инструкции процессора, дергать, там, изменять его состояние как-то. Представьте, ну, помните, например, я как-то говорил, что вот рисковские процессоры, там можно переключать порядок байт, там, с прямой, обратный. То есть, когда операционная система загружается на таком процессоре, она какой-то порядок байт выставляет. То есть, это делается вполне определенной инструкцией. На C чаще всего нет возможности это непосредственно написать, то есть, вы должны это на ассемблере такие штуки писать. Вот. Ну, я постарался вас убедить, что набор инструкций вещь хорошая, ее нужно представлять. Ну, то есть, как бы, понятное дело, что вам нужно, кроме всех вот этих вот штук, которые непосредственно, кроме этих профессий, которые непосредственно используют набор инструкций, хорошо, то, чем мы сегодня будем заниматься, в большей степени, это вот в голове компилировать, скажем, какие-то фрагменты на языке C в какой-то конкретный набор команд. И это, в принципе, то, что мы на практике делаем. Это то же самое, то есть, мы, задачи те же самые, что вы решали первые три семестра, вы готовы их решали на высоковыгранных языках, теперь вы представляете уже, как они решаются на высоковыгранных языках, и на самом деле пишите нам последствия инструкции, которые это делают. Это лучше позволяет понять, как, в принципе, компилятор, во что компилятор превращает вашу программу, например, на C, если вы пишете, а это, в свою очередь, позволяет вам лучше в будущем оценить, когда вы пишете программы на C, чем может обернуться та или иная операция, то есть, какая может быть дорогая, какая может быть, то есть, например, после лабораторных, связанных с подпрограммами, вы представляете, что там вызов подпрограммы, это штука, в общем, с определенными накладными расходами. Там нужно что-то на стейк положить, там, если какие-то регистры портятся, их нужно тоже там сохранить на стейке, потом там снять, то есть, есть некие накладные расходы, после вот этого процесса программирования в инструкциях, вы можете лучше оценить, насколько это там дорого или дешево стоит. Значит, тут есть определение из Википедии, это из английской Википедии, я взял себе в руки и все-таки перевел, хотя не люблю переходить, значит, считаю, что мы уже в состоянии это сами делать. Значит, ну, во-первых, здесь говорится, что программисты должны любить, это не я придумал, да, Википедия придумал, английская, что программисты должны любить набор инструкций, то есть, вот те детали, казалось бы, которые под ковром, вот, их имеет смысл знать, потому что, ну, это делает вас лучше программистом. Значит, вот те, видите, большой список, кстати говоря, если у вас вдруг была философия, ну, наверное, у вас там история, философия обычно рассказывается, есть такой вопрос, вот как можно правильно давать определение. Определение можно давать по-разному. Бывает там определение через что-то, через что-то, через что-то, вот один из вариантов, это давать определение через перечисление. Вот это классический пример определения через перечисление. То есть просто набор инструкции, уровнем набора инструкции, архитектурой набора инструкции называется вот все эти составляющие, тут их сколько, 7 штук. Ну, наверное, еще какие-то можно было бы выделить, это основные просто. Ну, здесь есть очевидные пункты, да, в набор инструкции входит множество инструкций, которые вы можете вызывать, регистры, которые видны программисту, режимы адресации, это термин, который я очень усиленно пытался на практике вам прививать, потому что, ну, понимаете, в любой науке, которую мы учим, в ней есть простые вещи и сложные вещи. Сложные вещи, ну, там на втором курсе, учитывая, что вы там еще дальше потом неизвестно, чем будете заниматься, будете какой-нибудь механикой заниматься, забыть эту всю архитектуру, как страшный сон. Так вот, там биться за то, чтобы понять сложные вещи, особого смысла нету, поэтому хочется, ну, хотя бы выбирать какие-то простые вещи, хотя бы их понять, чтобы не сильно напрячься, с одной стороны, с другой стороны, что-то поделать, развить свое воображение и представление о мире. Так вот, я стараюсь выбирать как бы простые вещи, вот режимы адресации, например, это что-то простая, хотя название сложное, тут еще такое вот несоответствие там, вроде бы, кажущейся умности названия, и с другой стороны, очень простая вещь, что у каждой инструкции есть операнды, эти операнды могут лежать вот там-то, 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 3-4 и так далее мест, и эти, так сказать, вот эти варианты, где могут лежать, могут регистры лежать в памяти, могут быть непосредственными, то есть вместе с инструкцией передаваться, константочки. Вот это в любом наборе инструкций есть, это простая штука, ее имеет смысл представлять. Мы сегодня посмотрим тоже, как это в МИПСе устроено, насколько это похоже или не похоже на x86. Что еще? Встроенные типы данных, смотрите, я пропустил специально сейчас, и ничего сегодня не буду про них стараться, не буду говорить, потому что следующую лекцию я постараюсь целиком рассказать про то, как устроены числа. Вычислительные техники это целочисленные обычно операнды бывают, да, бывают еще сплавающие точки, ну, или попросту говоря, дробные, да, там, вещественные числа. Вот, на самом деле очень интересно, там, куча вариантов, какие-то из них выбираются в одних машинах, какие-то в других, тоже там, зависит от того, на самом деле, от чего вы хотите делать, насколько у вас там сильный процессор и так далее, от этого зависит, какое линия выбирать, и вообще, что включать, что не включать, должна ли быть плавающая точка, то есть, должны ли быть дробные числа, или их не должно быть, вот. Вот мы про это поговорим в следующий раз. И в правом столбике, что здесь еще есть, архитектура памяти, или еще модель памяти чаще называют, ну, я еще тут архитектуру написал, это я как-то переводил быстро, наверное, очередь. Ну, на так тоже можно, конечно, говорить. Это как бы вот вид, то есть, еще раз, оперативная память, ну, мы с вами пытались договориться, что она нашинкована по байту, то есть, это такой очень большой массив байт. И, ну, с практики вы уже знаете, что там вообще-то есть вот эта проблема отображения там слов на эти байты, потому что слова обычно процессорные, например, регистр больше, чем байт. Вторая история, что там в памяти есть какой-то стэк непонятный, про который мы старались не заострять внимание, хотя понятно, что это тоже оперативная память, просто какой-то адрес выбирается началом этого стэка, и с этим куском памяти вот идет особая работа, еще и с использованием особых инструкций типа пуш-поп. Вот, ну, и чуть поподробнее вот про то, как бьется память с точки зрения процессора, вот тоже можно будет обсудить. Значит, вот, и последние два, это то, о чем я, опять-таки, всегда не успеваю говорить и не очень хочу, ну, по разным причинам. Вот, ничего не буду говорить, не про вот вывод, то есть, я постарался в прошлый раз вам с вами поговорить про исключения, про то, как, вот, в каких стилях можно работать с устройством ввода-вывода, вот, ну, на самом деле, в зависимости от набора инструкций, детали могут отличаться, вот, но мы с вами не успеем, наверное, про это поговорить. Теперь, по идее, а, ну вот, и, как бы, замечательное наблюдение состоит в следующем, что на самом деле современные наборы инструкций, вот, у процессоров типа MIPS, упомянутых вообще любого рисковского процессора, набор инструкций достаточно простой. Простой это означает, что его можно описать достаточно полно за, вот, я не знаю, там, за полчаса, за 40 минут вполне. Если брать старые наборы инструкций типа X86, они требуют существенно больше времени, чтобы их описать, потому что обычно в старых цисковских процессорах там куча режимов адресации, очень много, ну, я не знаю, там, ведь архитектура памяти нелогичная, потому что она там когда-то давно была придумана, когда еще не знали, как лучше делать, вот, модель памяти для процессора, и так далее. Вот, то есть мы как раз вот MIPS рассмотрим, который является рисковским процессором, и риск это вроде как просто. То есть простота в данном случае, ну, на современном языке обычно означается на высокую скорость. Значит, ну, краткая характеристика, что такое MIPS, почему его нужно любить. Значит, первое состоит в том, что это университетская разработка, то есть вообще рисковское движение началось в университетах Сенфорда и Беркли. Ну, в частности, вот автор, автор этого самого MIPS и Джона Хеннесси, один из авторов книжки, про которую я говорил в начале курса, когда давал литературу, список литературы. Там вот мы в основном пользовались Стененбаумом и Столлингсом до сего момента. Вот сегодняшняя лекция почти целиком, ну, значительная часть это из как раз Патерсона и Хеннесси. Это книжка, которая переведена на русский, причем актуальное издание. То есть вы можете, я не знаю, честно говоря, есть ли она электронная на русском языке, а точнее бумажная на русском языке. Вот я использую электронное четвертое издание. Там, как бы, как никто, естественно, сам автор набора инструкций MIPS, он может его хорошо и подробно описать, продемонстрировав во время этого описания те концепции, которые были заложены при создании этого набора инструкций. То есть наша цель, еще раз, не выучить, как бы, максимально много наборов инструкций, это бессмысленно. Цель состоит в том, чтобы понять, какие идеи люди используют при проектировании наборов инструкций. То есть это поможет вам, ну, если не спроектировать свой набор инструкций, например, то легко знакомиться с новыми наборами инструкций, с которыми вас там жизнь столкнет. Жизнь обычно сталкивается с какими-то непредсказуемыми вещами. Значит, как обычно в американских университетах бывает, там, когда что-то хорошее придумывают, значит, это хорошее выделяется, то, что сейчас называется стартап, тогда такого слова не было, вот просто, ну, но процесс этот был очень давно традиционен, то есть несколько людей, там, защитив магистерские или, там, докторские диссертации, они потом идут, делают фирму, которая, вот, занимается уже непосредственно внедрением в промышленность, производство вот этих вот идей. Ну и вот MIPS, очевидно, значит, начальник назывался MIPS Technologies, ну, вот он, к сожалению, в таком виде это название прекратило существование, хотя набор инструкций продолжает называться MIPS. Сейчас это фирма, которая называется Imagination Technologies, и она купила MIPS что-то, типа, там, в 2012-2014 году. Значит, она продолжает заниматься выпуском этих новых спецификаций, во-первых, то есть нужно, опять-таки, отделять интерфейс от реализации, то есть есть производители процессоров, есть те, кто придумывает набор инструкций, патентуют, вот, придумывают внутреннюю микроархитектуру для того, чтобы эффективно исполнять этот набор инструкций, тоже патентуют, ну, это вот, как бы, такая модель развития, бизнес-модель в США, очень популярна, да, там у нас с патентами похуже дело обстоит. Ну, тем не менее, я, кстати, сейчас скажу, вот, где-то в конце, как там на нашем реале это отображается все. И, значит, где вообще можно было встретить MIPS? Есть ли процессоры, которые реально реализуют этот набор инструкций? Встречались ли вы с ними? С большой вероятностью встречались, то есть это обычно сетевое оборудование, первые PlayStation делались там на них, значит, вообще-то расцвет был, конечно, уже, вот, наверное, пару десятилетий назад, к концу 2000-х там сильно рынок сократился, потому что немножко все-таки тоже устарело, устарели те идеи, которые были там заложены, то есть они как бы продолжают, риск продолжает быть популярными принципами, но отображаются они на конкретный набор инструкций чуть-чуть по-иному, и поэтому сейчас там, допустим, ARN, да, который стоит на всех смартфонах, да, вот он как бы такой правоприемник MIPS, это одна из очень успешных риск архитектур, вот можно было брать ARN, но вот он как бы такой, и, кстати, в книжке Столлингса, если вот кто-то любит книжку Столлингса, то я ее люблю, например, там, значит, вот все время во всей книге сравнивают X86 и ARN как раз, то есть два, вот один CISC, другой риск, и как бы их противопоставляют, и это, в принципе, правильная идея, но с ARN, почему мне больше MIPS нравится, чем ARN, потому что ARN более такой промышленный, когда вы работаете с более такой промышленной, широко распространенной технологией, то чаще всего там много всяких заковырок, которые вот исторически сложилось, и теперь поддерживают для обратной совместимости и так далее, то есть MIPS, она более чистая архитектура, опять-таки там меньше деталей каких-то странных, вот связанных с историческими причинами, и поэтому про него как-то попроще рассказывать, насколько он тема, хотя я про ARN ника не рассказывал, так сравнить хорошо не могу, но у меня такое ощущение есть, и как бы это так, не только у меня такое ощущение. Значит, ну если кто-то все-таки хочет понять, используете ли сейчас набор инструкций MIPS, в каких машинах вы можете пройти по ссылочке, значит, ну это какое-то, правда, обсуждение, что типа там 2011-12-13 годов, там ответ такой, что вы можете сейчас, и сейчас это продолжает иметь место быть, китайские всякие таблетки, вот эти планшеты, которые они вот часто делают, почему-то не на ARN, а на MIPS, ну не знаю почему вполне, и там даже вот есть ссылочка на сайт, который там еще Android какой-то Jelly Bean, то есть еще не пятый, правда, четвертый, там четыре с чем-то, я не помню, кто знает хорошо Android, вот таблетки на нем, значит, на MIPS, всяких процессоров вполне себе выпускались, продавались, значит, вот на наши эти самые реалии, если пытаться отобразиться, смотрите, вот на этой неделе, буквально два дня назад мне пришла рассылка с Geek Times, это вот такой, как это, сайт-проект от Хабра-Хабра, ну Хабра-Хабра, я надеюсь, что вы слышали, если не слышали, так сказать, загуглите, а это такой большой сайт про информационные технологии, я вообще-то не люблю, не читаю, и, так сказать, там обычно уровень дискуссии ниже Плинтуса происходит, поэтому как-то не очень интересно. Статьи там самые интересные обычно переводные, а я могу и в оригинале как бы прочитать, поэтому я эти ресурсы Хабра и сопутствующие читаю редко, но заголовки пробегаю, и вот последний раз вот на Geek Times пришел один из заголовок статей, ну это как-то самая популярная статья за неделю, в котором говорилось, что, а, там не говорилось, там человек, которого пустили в лаборатории Байкал Электроникс, посмотреть, как у них все устроено. Вот этот чип Байкал Т1 вышел осенью 15-го года, то есть меньше, ну, примерно полгода назад, скажем так. И они, как бы, судят в небольшое будущее, то есть они хотят его продавать активно, и это вот не тот случай, знаете, как я говорил, в России микроэлектроника, она в основном на военных, конечно, ориентирована, и она не очень конкурентоспособна, но вот по характеристикам и по стоимости вот этого конкретного чипа, то есть оно, так сказать, вызывает интерес, потому что есть еще другое название, которое, может, кто-то слышал, называется Эльбрус, Эльбрус, это вот эти крупные производители процессоров советских времен, вот у них там эти Эльбрусы, и компьютер на их базе, они стоят каких-то бешеных денег абсолютно, и там что-то типа там ноутбук весит 10 килограмм, какие-то такие смешные цифры, вот, этот Эльбрус, он такой менее реалистичный, а вот эти товарищи байкаловцы, они такие более реалистичные штуки делают, ну, на самом деле, как потом я вот выяснил Байкал Электроник, это просто дочерний проект Т-Платформ, слово Т-Платформа я уже упоминал, когда рассказывал про российские суперкомпьютеры, ну, в частности, там Ломоносов-1, Ломоносов-2 на ВМК, МГУ стоят, и у нас на третьем этаже, я хотел посмотреть, но не успел сегодня, там где-то что-то типа 321-я, где-то аудитория, что-то такое, которая вот здесь в серединке находится, вот, а там, ну, если туда подойти, там дверь закрыта обычно, но там слышен шум часто, вот это вот шумят системы охлаждения Т-Платформ, которые у нас стоят, это, конечно, так на суперкомпьютер не тянет, но просто какая-то высокопроизводительная система с каким-то там большим количеством процессоров, так вот, Байкал Электроникс, это как раз дочерняя фирмочка Т-Платформ, значит, и Т-Платформы собираются выпускать на этом чипе терминал, то есть, ну, можно сейчас принято говорить моноблок, моноблок, то есть, это такой мониторчик, и в одном же корпусе там этот чип, и там все, что нужно, оно по вычислительной мощности будет, конечно, в игры на нем не поиграешь, то есть, они обычно используются как терминалы, то есть, вы, например, приходите в какой-нибудь там центр инвест, садитесь получать там, значит, очередную карту, она вам, наверное, старость тогда приносит, вот, ну, вот, если вдруг вы будете там сами получать карточку, то, это вполне возможно, вообще говоря, то есть, вы создаете паспорт, и все, то вы там увидите, что у них терминалы сановские еще стоят, старые, то есть, у них есть мониторы, и там отдельная такая коробочка от сана, которая, собственно, реализует, это называется в современном мире это чаще всего браузер просто открыть, и в браузере там какой-то интерфейс уже, который на сервер идет, и там что-то смотрят, там, пришла у вас карточка, не пришла, ну, или какая-то простая программка запускается, вот, которая одна только работает, вот, вот, вот это у нас все терминал, и вот, как раз вот эта платформа хотела делать терминал на базе Байкала Т1, он мипсовский, тут вот, где-то внизу, если сильно присмотреться, вот это слово мипс написано, и у него там очень интересные характеристики, это то, что называется, я здесь как-то, видите, у меня места не хватило, значит, он, во-первых, маленький, во-вторых, там на нем куча интерфейсов реализована, помните, я, по-моему, на прошлой даже лекции говорил, что в современных процессорах, уже благодаря закону Мура, там все больше интерфейсов реализуют, то есть, в данный момент на остальных компьютерах в процессорах Intel, там обычно DDR, то есть, интерфейс взаимодействия с шиной памяти, оперативной памяти, и PCI-Express, обычно для видеокарты, напрямую, прям реализован на процессоре, так вот, на этом процессоре, кроме PCI-Express, там DDR, по-моему, нету, но там есть SATA, и USB, и, по-моему, три Ethernetа, вот, то есть, он такой сильно сетевой, то есть, там кучу интерфейсов они засунули на этот кристалл, то есть, там достаточно неплохая техпроцесс, это называется, то есть, транзисторы очень маленькие, их там очень много, вот, там что-то 28 нанометров, называется техпроцесс, но мы вот про эти слова когда-нибудь поговорим, когда-то, он на уровне цифровой логики найдет, по-моему, до самого нижнего уровня, вот, ну, то есть, в принципе, они молодцы, не знаю, как у них все сложится, но по спецификациям, которые вы можете посмотреть, это вот ссылка как раз на статилную, на вот этом GeekTimes, по-моему, там вполне все прилично выглядит. Так, ну, все-таки теперь, давайте попробуем, что-ли, еще немножко я про MIPS поговорил, потом перерыв делаем. Значит, ну, самое простое, что есть, как бы, инструкции, регистры, это такое наименее разнообразное место, значит, набора инструкции, если с высокого уровня смотреть, то есть, обычно инструкции бьются на группы, и эти группы вы все, в принципе, скорее всего, знаете или догадываетесь о них, то есть, есть арифметикологические инструкции, мы их даже в одну группу часто помещают. Есть перемещение данных, ну, там, я сейчас скажу, что MIPS, как и многие риски, архитектуры, это load store architecture, то есть, там отдельные инструкции для загрузки и выгрузки данных, все остальные инструкции работают только с регистрами. Такой термин уж как-то давался там на лекции по процессорам. И, естественно, всяческие переходы там, джампы, не джампы, там, как условный оператор делает, как вызывать под программу, я напоминаю, что, допустим, инструкция вызывала под программу, call, да, которую мы используем на практике, это просто инструкция перехода. Она просто берет, ну, как бы, как любой джамп, она в регистр PC, то есть, адрес следующей инструкции записывает просто какое-то другое число, не следующее, не адрес следующей инструкции, совсем другое число, и вы куда-то перепрыгиваете, значит, начинаете исполнять инструкции сначала под программу, например. Это тоже инструкция перехода. Ну, и вот мы посмотрим, как они здесь выглядят. Идея, значит, важное косметическое отличие набора инструкции MIPS от x86 и вообще разных наборов инструкций между собой составляет то, сколько адресов помещается в инструкцию. MIPS, там где-то, я про это скажу, но вообще, это хороший набор инструкций, зато свидетелье, что там регулярные, там все инструкции 32 бита, в отличие от интелловских инструкций, где там вообще может быть все что угодно, от одного до 18 байт, как ты говорил. Так вот, в эти вот 32 бита, оказывается, влезают аж три адреса, если это арифметические инструкции, там обычно три операнда. Ну и можно попробовать догадаться, ну тут прямо написано, не получится догадаться, какой смысл имеют эти три инструкции, то есть обычно первый оперант, это приемник называется, приемник, место назначения, там target, destination, и два операнда. Ну там, естественно, кроме ADD, есть там сабы всякие, по поводу деления и умножения я ничего сейчас не буду говорить, не помню даже, как там все. Ну нам пока бы вот обойтись с сложением, вычитанием. А регистры, их много, смотрите, по сравнению, опять-таки, с цисковскими наборами, например, x86, где там совсем ничего, 8 инструкций, здесь регистров аж целых 32 штуки. Это просто суперудобно для программиста, вы понимаете, почти ничего никуда сбрасывать, не нужно здорово. Значит, они разбиты на группу, чтобы их проще было понимать. Вот я первые две S и T покажу. Значит, обычно в буквочке о чем-то говорят. Здесь, ну вот, можете попытаться догадаться, ну смотрите, можно начать, конечно, с буквы T, обычно вот студенты очень любят там переменные так называть, почему T, как вы думаете? Да, временные, какие-то временные регистры от слова T. Вот, их целых 9 штук. Значит, ну вот, чуть более сложнее, но понятно, что вот, поскольку я их две показал, то они как-то связаны с T, то есть, скорее всего, противоположность какая-то T. Вот S, как вы думаете, что такое? Static. Неплохая версия, близко, но не совсем правильно. Storage. Ну, в принципе, это уже почти правильный ответ, я тебе правильно скажу, это saved просто, сохраняемые. И на самом деле, то есть, это связано с механизмом вызова под программ. Помните, вот сейчас, к сожалению, еще вот у одной группы, да, наверное, у 2-3, лабораторная завтра, у всех остальных, как бы уже было, что вот какие-то регистры в под программах можно портить, какие-то можно сохранять. Так вот, те, которые ты, они временные, их можно портить, а которые saved, то их нужно сохранять обязательно, если вдруг они понадобились. Вот. Ну, вот, если развивать идею того, что у вас есть под программы, то регистры с именем А, безусловно, должны хранить что? Адреса. Адреса, хороший вариант, но нет еще. Аргументы. 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 Вот. Смотрите, в отличие от x86, ну, по крайней мере, 16-32-разрядного, я вот сейчас не говорю про x86, к сожалению, я как-то, я когда-то про него рассказывал на этом курсе, но просто, опять-таки, невозможно рассказывать все интересные наборы инструкции. В x86-64, в современном, в 64-разрядах, если у вас операционная система, 64-разрядная, то там тоже аргументы через регистры передаются. Но до этого, вот, в x86-32 и 16, как мы на практике видим, аргументы всегда передавались через тег. Почему? Потому что регистров мало, логически, как бы так, рассудили. И в большинстве конвенций вызова, в некоторых конвенциях вызова, кстати говоря, даже в x86-32, по крайней мере, там разрешают передавать через регистры. Вот. Здесь, по какой регистров много, здесь передается аргумент, первые четыре аргумента передаются через регистры А0, А3, а дальше, это стандартный тоже подход, и он, кстати, тоже работает в x86-64, в современном. Первая какая-то партия аргументов, пока вам хватает их, они передаются через регистры. Если у вас какая-то дикая функция, там, с семью аргументами, иногда, ну, не знаю, я бы не сказал, что студенты часто пишут такие, они разные вещи страшные пишут, но с семью аргументами все-таки вы редко пишите функции, согласитесь. Так вот, ну, вот если вдруг, кто кому-то вдруг захочется такую функцию написать и там скомпилировать Mips, то первые четыре передаются через регистры, а оставшиеся три через стэк. Вот. То есть, ну, это к тому, что уметь передавать через стэк все равно нужно. Это актуальность того, что мы делаем на практике. А если у подпрограммы есть аргументы, то у нее должно быть что? Ну, не у всех подпрограммах функции. Возвращаемое значение, да. Возвращаемое значение, помните, в x86 обычно передается в регистре ix, вот здесь есть целых два. Ну, это как бы дань времени, потому что часто все-таки нужно 64-разрядные аргументы возвращать там, или там два адреса. Но если вам уже много нужно чего-то возвращать, то нужно адреса возвращать. То есть, там могут быть либо адреса результатов, либо, ну, может быть, один адрес результата, если у вас там, я не знаю, какой-нибудь массив динамической памяти выделили, то адрес вот этого массива вы там, вы, ну, возвращаете. Значит, RA, это тоже связано с механизмом визула подпрограмму. Что еще мы такого не вспомнили и про подпрограмму, что начиналось бы на буквы Р и А, как вы думаете? Адрес возврата. Да, return address, правильно, return address. Вот в этом регистре, когда вы делаете аналог кола, то есть инструкции, которые вызывают подпрограмму, а в этот регистр сбрасывается адрес возврата, то есть следующая за колом инструкция. И причем здесь опять-таки подчеркну, что набор инструкций хороший, здесь все инструкции по 32 бита, поэтому адрес следующий после кола инструкции очень легко посчитать. Это просто текущий адрес, он в ПЦ всегда лежит, плюс 4. Там, правда, ну, если хотите, можете, так сказать, испугаться и подумать, значит, у вас по идее должно хватить ужас, как если внутри одной подпрограммы вы хотите еще одну вызвать, по идее у вас затрется ира. Ну, там, понятно дело, что все-таки приходится все равно стейк потом использовать, то есть вы старые ира сохраняете на стейке, вызываете подпрограмму, потом останавливаете этот самый старый ира. Почему так сделано? Казалось бы, это нелогично, можно было всегда просто на стейке сохранять, как мы делаем x86. Ну, вернее, даже не мы делаем, а это кол делает x86, мы даже на это не особо влияем. Очень простой ответ тут на самом деле состоит, в том, что большинство процедур, они такие листовые, то есть они никого не вызывают. И часто тогда можно просто обойтись вообще без взаимодействия со стеком. То есть вы адрес возврата получаете в ира, и вам больше ни о чем не думать не нужно, вы потом, когда возвращаетесь в этот ира, смотрите, все хорошо. Значит, ну, группа каких-то адресных регистров, всегда, когда вы видите букву П, это обычный поинтер, то есть вот, ну, SP, это точно, наверное, то же самое, что было у нас с вами в x86, то есть это указатель на вершину стека. Значит, давайте еще FP, я скажу, это frame pointer, это более человеческое название для регистра BP. Помните, у нас BP обычно в подпрограммах используется как вот точка, от которой мы отчитываем доступ к аргументам, как бы, там обычно вы запоминаете в самом начале в BP текущее положение вершины стека и потом говорите, что 4 BP это первый аргумент, 6 BP второй и так далее. Вот это место, где как бы начинается, это называется, очередной кадр под программы на стеке, это место, ну, вот, слово кадр обычно, оно используется для таких регистров, то есть, чаще всего это как раз frame pointer называется. Вот когда опять-таки x86 сделали, такой терминология видимо то ли не пользовались, то ли не знали, не уважали. Сейчас BP больше с пространем, как бы, это логично. BP это что-то такое global pointer, какой-то глобальный указатель на начало чего-то, там будет потом картинка, будет показана на начало чего, неважно, важно просто опять-таки ну, смотрите, вы не запоминаете все детали, а уметь, как бы, хотя бы, если вы видите имя регистрации, которая на P заканчивается, понимаете, что это вот какой-то pointer, то есть какой-то адрес, вот это более важно. Как вы думаете, что такое регистр зеро? это сложный, да, я понял, значит, ну, смотрите, cz, это, ну, cf, скорее, флаг, да, флаг переноса, вот, это какая-то сложная штука, то есть она там, когда-то выставляется, когда-то не выставляется, все проще, этот регистр хранит более простую вещь, которая никогда не меняется, что в жизни никогда не меняется, никогда не меняется ноль, совершенно верно. Зачем это нужно, опять-таки, ну, я уже как-то вот у кого-то на лабораторных объяснял, что, смотрите, когда вы делаете, например, mof, там, ix0, то есть хотите записать ноль в какой-то регистр, например, то это очень плохо, и так никто не делает, то есть если вы хотите обнулить регистр, ну, профессионалы делают xor ix, x, то есть xor самим собой, он сюда ноль дает. Почему? Какая логика в этом? Логика очень простая, когда вы делаете mof ix0, у вас этот ноль, он там 16-разрядный, если это 16-разрядная архитектура, это 16 бит, который из памяти, где хранится код программы, откуда инструкции загружаются, этот ноль перемещается в ix. Какой смысл тащить ноль из памяти в регистр? Это бессмысленно. Поэтому либо делают xor ix, x в x86, где, собственно, тогда эта инструкция, которая загружается, у нее дополнительно вот этого непосредственного операнда, который за ней лежит, молика нету, просто есть два адреса регистров, это внутри инструкции, в этом одном байке помещается, и ix обнуляется, собственно, быстрее. А в MIPS это вообще дошло до того, и это часто тоже используется во многих современных наборах инструкций, что есть регистр, который всегда равен нулю, это, естественно, псевдорегистр, там на самом деле ячейки памяти нету такой. То есть там как-то процессы, просто вы пишете, типа, ну вот MOV, там что-то, регистр там S0, например, MOV, там S0, 0, и S0 обнуляется, и это делается без дополнительной загрузки нуля из оперативной памяти. Вот, есть еще там мифический регистр ADD, он там какой-то ассемблерный. Я, если время прям останется, скажу, в каком месте он нужен, но в нормальном ситуации он не нужен. Вот, если вы попытаетесь просуммировать, я вот вам сейчас 5 минут перерыва дам, можете попытаться просуммировать, на результату 32 не получится, там, по-моему, еще два каких-то kernel остались, которые для операционной системы, для ядра операционной системы там нужны. Вот, но, то есть, хотелось бы, чтобы было 30, но это тоже не факт, поэтому можете посчитать 5 минут вперед. 20, 20, 3 минут. А вот, кто-то 30 считал. Какое? А, 2, 3, еще 2 и 27. 1, 5, 5, 6, 6,